Дорогие друзья и коллеги, сегодня я, Евгений Осивков, хочу поделиться с вами свежим и, безусловно, занимательным примером из практики налогового права. Рассмотрим случай, когда арбитражный суд Западно-Сибирского округа дал мастер-класс по теме «Когда можно смело сказать нет» требованием налоговой инспекции. Итак, в рамках камеральной проверки декларации по налогу на добавленную стоимость налоговая инспекция посчитала уместным запросить у организации документы по конкретной сделке. Организации, не стесняясь, направила ответ в ФНС, что документы, касающиеся именно этой сделки, истребовать во время такой проверки нельзя. В ответ на это, налоговики, не разобравшись и, видимо, решив попрактиковаться в составлении штрафных квитанций, оштрафовали организацию. Но дело дошло до суда. И что мы видим? Суд полностью поддержал позицию организации, объяснив, что запрос документов по конкретной сделке в рамках камеральной проверки – это чуть ли не фантазия налоговых органов. Другими словами, суд вешливо, но твердо попросил налоговую службу не выдумывать надуманные обязанности для налогоподельщика. Этот случай замечательен тем, что напоминает нам о важности знания закона и правильности его применения. Неправильно понятый закон может стоить вам 200 рублей за каждый непредоставленный документ, а правильно может сохранить ваш бюджет в целости и сохранности. Подробнее об этом и не только вы можете узнать, подписавшись на наш информационный телеграм-канал «Налоговые балалайки». Подписывайтесь и не упустите возможность быть в курсе всех налоговых новшеств. Как всегда, ссылка на нормативные документы вы найдете под этим видео. Спасибо за внимание!